Ну, вообще это не памятник, это элемент музейной экспозиции. Смысл такой, что сейчас большие проблемы с объяснением, зачем вообще нужна наука. И, соответственно, дети хотят быть бизнесменами, дети хотят быть менеджерами эффективными и так далее и тому подобное, но они не хотят быть учеными. И мы постарались передать вот эту экспозицию, вот начало, то есть что ученый это хорошо, ученый он горит, ученый он познает, ученый он исследует и ученый это интересно, ученым быть хорошо. Ну, а для того, чтобы это было более наглядно, это сделано вот в такой вот шуточной форме, для того, чтобы это можно было начинать рассказывать детям с раннего возраста, потому что запоминается в раннем возрасте сказочные персонажи, традиционные персонажи, то есть интересные вещи. Вот, получается, что памятник такой без звериной серьезности, хоть и о животном, да? Что еще вот предполагается, что тут может, так сказать, взрасти, появиться, то есть какие-то легенды и так далее, Академгородка. Где это вообще, это место находится, оно имеет какое-то значение? Это место имеет большое значение, оно располагается в центре биологического квартала, в Новосибирском научном центре, в Академгородке. За спиной мыши располагается СП Биварий, то есть дом для мышей, который построен тоже совсем недавно. То есть он практически играет главную ключевую роль для места расположения этого памятника, потому что мышь, она является чуть ли сейчас не главным лабораторным животным, на котором проводятся исследования. Вот, и мы решили, что если поставить этот экспонат здесь, и рядом расположить еще стенды, на которых будет отражена информация о лабораторных животных как таковых, о лабораторных животных как таковых, и о лабораторных животных, которые у нас есть в институте цитологии, и какие открытия сделаны с помощью лабораторных животных у нас здесь, в институте цитологии генетики, в сибирском отделении, в принципе, в Академии наук, то благодаря этому можно объяснить, показать и донести, что лабораторное животное необходима науке. Трудно было этот памятник делать? Вообще, как строился процесс вообще? Весело, трудно? Нет, трудно не было. То есть все работали на позитиве, то есть очень большое значение играл Андрей Харкевич, наш художник, который горел этим проектом, и благодаря которому весь он и состоялся, потому что он сгенерировал больше 10 эскизов, которые он показал ученым, и вот выбрали один из этих эскизов, ну, по-моему, мнению, самый позитивный из всего, что было. Хотя там были довольно веселые, там была книга, мышь, читающая книгу, была мышь, которая исследует какой-то там объект, который перед ней располагается, ну, вот. То есть процесс шел легко, то есть мы стартовали в феврале прошлого года, анонсировали его 1 июня прошлого года на день рождения института в 55 лет, и вот ровно через год и один месяц мы его открыли. Ну, удачи вам и выше тоже!